Привет! Сегодня я выложил вот такой вот пост в Инстаграм, в котором в целом достаточно прямо спросил, стоит ли делать по нему туториал. И, как я вижу, людям интересно, есть определенные отметки, поэтому выглядит... Собственно, это тоже интересно, поэтому давайте это сделаем. Это займет не так уж много времени, но будет достаточно интересно воссоздать. С чего мы начнем? Мы начнем с того, что мы, собственно, возьмемся за наш файл в блендере. И вот теперь у нас есть пустая сцена. Что мы сделаем для начала? Нам надо, соответственно, сделать экосферу. Давайте начнем именно с нее. И ей накинем subdiva. Ну, достаточно много, я думаю, 4 штуки. И вот так вот подскелим примерно под ту выпуклость, которую мы хотим для нашей... Не знаю, это подушка, не подушка, не знаю, как это назвать. Ctrl-A, Scale, чтобы применить Scale в целом. И теперь применяем subdivision. Смотрим, у нас есть вот такая вот геометрия, на которую нам надо вырезать наши глаза, наш ропт для этого смайлика. Это мы будем делать с помощью Mesh Circle. Давайте я включу еще Screencast Keys, чтобы вы видели. Так, да, и теперь я продублирую раз и оттяну по Y. И теперь надо взять и нам... И я думаю, что вот такое количество вертекса удалить. Так, хорошо, мы его удалили. И теперь нам надо смоделировать наши глаза. Они будут примерно вот такими эллипсами. Так, и продублируем на нужные нам расстояния. Давайте вот так. Ctrl-J, Set Region to Geometry. Так, и теперь Shift-S, Selection to Cursor, чтобы отцентровать это все относительно нашей геометрии. Ну и теперь под Scale. Вот. Вот таким вот образом. И по Z подниму. Собственно, то же самое я сделаю для вот этого нашего рта, но он достаточно большой получился, поэтому давайте его уменьшать. Так, сейчас мы выбираем расположение. Давайте вот так, наверное. И вот так в целом, я думаю, будет нормально. Теперь выбираем наши два объекта, неважно на какой они высоте. Нажимаем Tab, а чтобы выделить все, и экструдим по Z вниз, чтобы просто сделать определенную выпуклость. Теперь нам надо взять и вот так вот... Ну, не обязательно, нет, не обязательно в целом это делать. Мы можем просто оставить на таком вот уровне. Что нам теперь надо сделать, это взять и выделить наш этот объект, перейти в Edit Mode. И теперь выделить... Давайте выделим эти наши два объекта с шифтом здесь. И затем Mesh, Knife Project. Вот. И теперь эти штуки нам не нужны больше, мы их можем удалить. Нам главное это, что эти формы вырезались на самом вот этом нашем объекте. И теперь нам надо их выделить, чтобы сделать вертексную группу. Давайте вот так вот с зажатым контролом будем просто проклацывать вот эти места, чтобы выделить это все. Так, вот тут достаточно странно как-то получилось, не буду вот это выделять. Да, хорошо, вот это есть. Я сразу перейду в вертекс группы и добавлю новую группу. Нажму Assign с выделенными вот этими вещами. Теперь нам надо взять и выделить то же самое для вот этих объектов. Теперь Shift-Alt и просто клацаю по вот этому пути, чтобы удобно это все выбрать. Хорошо, этот глазик есть. Теперь вот этот. Так, вот тут, судя по всему, надо вот это выбрать. Выбираем просто. Ну, даже если вы промахнетесь где-то местами чуть-чуть, то это не критично. Все равно потом это не будет заметно. И тоже нажимаем Assign. Все, в Edit Mode. Хорошо, мы добавили нужные нам вертексные группы. Еще, наверное, я бы сделал вертексную группу вот так вот вдоль ширины нашего эллипса. Перейду в Airframe. Так, не забываем сохраняться. И выделяю примерно вот так вот средние ребра. Так, тут я лишнего чуть-чуть задел. Сложно немножко выделить. Вот, вроде бы все выделил. Да. Теперь перехожу опять туда же и Assign на эту группу, чтобы закинуть эти вертексы. Затем, что я делаю? Я добавляю симуляцию одежды и ставлю здесь, я думаю, что в Pressure поставлю силу 5, чтобы получилось 5000. И в Shape, в Pin Group выбираю нашу, так, выбираю нашу группу. И данный фактор нам надо уменьшить на минус 0.3. Не буду вдаваться в подробности, я не вижу в этом смысла в целом. Просто главное, что у нас получится нужный нам результат в данном месте. И теперь нам осталось только выключить гравитацию, чтобы наша одежда не падала. И если мы нажмем пробел, у нас создастся определенная симуляция, которая будет выглядеть вот таким вот образом. Но так как у нас тут еще... Ну тут у нас нет вертекс на группу, поэтому оно как бы провисает немножко. Так, сразу Shades Move. И как вы видите, у нас уже появился определенный вот этот вот наш смайлик. Ему я бы на самом деле, может быть, накинул бы еще один Subdivision перед симуляцией. Давайте это, собственно, и сделаем. Еще один Subdivision просто накину, посмотрим, будет ли так лучше. Но наверняка она сейчас будет подтормаживать и придется чуть-чуть подождать. Но так, тогда у нас будет побольше деталей именно самой одежды на данном смайлике. Вот сейчас нам остается только ждать, пока оно его вот так вот поколбасит чуть-чуть. И, я не знаю, может на 50-м каком-то кадре оно подуспокоится. Так, поэтому давайте. Как вы видите, вот эти штуки, которые мы выделяли, они, собственно, сохраняют свою форму и не подвергаются вот этому вздутию, собственно, которое здесь происходит. Так, 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 так. Ну, вот я вижу, что оно только-только начинает надуваться, поэтому просто ждем. Так, вот я примерно на этом кадре остановлю. Тут уже минимальные изменения у меня начинаются, которые в целом не так важны. Давайте еще один Subdivision, но его уже накинем после, чтобы исправить определенные артефакты на одежде и при этом сгладить те приколы, которые у нас тут были проблемные. И я бы сейчас уже это все применил вот здесь в Apply, просто чтобы у меня не слетело это, мне не пришлось это рендерить опять. Давайте еще один Level Viewport накину. Ну и, конечно, получится нереально огромная сетка, вот если мы посмотрим. Но, типа, вы можете применить Decimate, если хотите. Я пока оставлю это так, мне важны детали в данном моменте, и поэтому сделаю это так. Перехожу на вид спереди, поворачиваю. Давайте сделаем просто какой-то plane на фоне, вот так вот. И добавим, собственно, камеру, которую мы разместим вот так вот, и ей выберем 1080 на 1080. Ну, просто какой-то квадратный формат в целом. Так, затем давайте вот так, и вот эту штуку заскейлим. Ну, тут мы выбираем уже нужный для нас вид для этой штуки. Затем, что мы сделаем? Мы сделаем для нее простую анимацию достаточно. Я бы хотел выбрать здесь 60 кадров сразу. Вот, сразу же настроил бы Output. Ну, вы можете, собственно, выбрать просто, куда вы будете сохранять. Потом FF MPEG. И давайте в энкодинге выберем, собственно, MPEG 4. Вот. Затем надо сделать эту анимацию. Выбираем наш объект. Нажимаем на первом кадре. Нет, пока не нажимаем, потому что нам надо сейчас посчитать. 60 кадров хочу примерно 3 секунды. Значит, 180 в целом сделаем кадров. То есть, у нас будет 3 секунды длиться данная анимация. И нам надо на первом кадре нажать Eye Rotation. И на 181 уже кадре RZ360. И затем Eye Rotation опять. Чтобы у нас один кадр не дублировался два раза. То есть, если бы мы вот это на последний кадр сюда закинули, то у нас, по сути, два одинаковых кадра было бы в начале и в конце. И это делало бы определенную такую задержку. Вот. Теперь, если мы посмотрим, у нас есть вот такая вот анимация. И я бы хотел ее поправить. Нажму Ctrl-Tab, наведя на это окно. Normalize. Чтобы нормализовать. И хотел бы выделить вот эту вот точку. Зажать Ctrl и выделить вот эти штуки, чтобы снять с них выделение. И GX по X я бы оттянул вот сюда. Вот эту всю историю. А тут просто вот так. Чуть-чуть бы в сторону, чтобы оно вот тут ускорялось. Примерно в этом месте. И под конец замедлялось. То есть, выглядеть это будет вот так вот. Вот. Да, это есть. Теперь нам осталось включить Motion Blur. И его можно немножечко ослабить. Где-то 0. 0. 0.15, я думаю, да. Хорошо. И теперь я бы сделал текстуры, которые мы будем делать следующим образом. Вот тут зажимаем и растягиваем. И давайте выберем. Так, вот тут Shader Editor. И сделаем в целом новую текстуру для нашего объекта. Тут все тоже, в принципе, достаточно просто. Нам всего лишь надо добавить буквально принципы BSDF и Layer Weight для этого материала. И значит, что мы в целом сейчас делаем. Еще, конечно, есть у нас освещение. Освещение. Давайте я в целом перейду в рендер. И выберу тут Cycles. И давайте GPU. GPU. Включаю сразу Denoise. И я добавлю сюда Environment Texture вот здесь. Open. Вот. Я думаю, что вот это. Ну, вы можете добавить любую вообще, какую вы хотите. В общем, у меня пока что будет вот это. И тут я сразу добавляю тоже на фон новый материал. И отключаю Surface, чтобы у меня был чисто черный фон. Затем сразу же наперед. Я переведу в Color Management и поставлю Medium High Contrast. И в кривых, в принципе, тоже можно чуть-чуть вот так вот подыграться с контрастом. Хорошо. Так, берем наш основной вот этот вот объект. И ему Roughness мы понижаем до 0,2. Чтобы сделать его более таким похожим на пакет, что ли. Ну, вот. И Metallic можно на 0,3. Вот. Теперь у нас такой интересный смайлик в целом получается. Затем мы добавляем Layer Weight. Layer Weight. И добавляем Color Ramp. Хорошо. Facing подключаем к фактору. И здесь Color к Base Color. Как видите, у нас уже вот такой вот эффект получился. Теперь что нам надо? Оттянуть черный вот таким вот образом, чтобы он больше заполнил вот эту вот часть. И добавить еще один пин. Примерно вот тут вот. И выбрать ему нужный для нас цвет. Ну, тут уже как бы какой, собственно, хотите цвет такой и выбирайте. Вот. Ну, может быть, какой-то такой. Давайте тут чуть-чуть оттяну тоже, чтобы больше белого было. Вот как-то вот так вот. Теперь Color подключу также к Emission. Ну, и сейчас мы ждем. У нас тут написано Updating Lights. Ждем, пока оно пройдет. Ждем, ждем, ждем. Так. Не знаю, из-за чего это начинает происходить. У меня такое ощущение, как будто бы в новом Blender 3.5 из-за вот этого Light 3 эти штуки намного дольше обрабатываются. Честно говоря, не скажу, почему. Так. И, собственно, ждем. Вот. И теперь у нас такой вот интересный эффект для смайлика получился. В целом, запускаем там анимацию, и это работает ровно так же. Ну, вот, видите, опять же-таки из-за этого Updating Lights оно вот тут у меня тормозит. Давайте Light 3 выключу. И, может быть, оно сейчас обновится и позволит показать, как это выглядит. Давай. Давай, 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 давай. 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 Достаточно интересный эффект получается с Layer Weight и Emission. Так, а ну-ка, запускаем анимацию. Ну, да, и, как вы видите, почему-то из-за этого Light 3 оно вот так вот тормозит жутко. Да, и в целом это все. Ничего сверхъестественного. Все, скажем так, гениальное просто, особенно в этом случае. В целом у меня на этом все. Я, конечно же, залью Source себе на GameRot. Если вы хотите меня каким-то образом поддержать, можете купить его там. Он будет относительно, ну, недорогой. Там 2 доллара всего лишь. Если вы не хотите тратить время на всю вот эту вот штуку, или хотите просто как ассет какой-то использовать или просто поддержать, мне не суть. Вот. Практика показывает то, что люди покупают и остаются довольными. Если у вас есть какие-то проблемы, то, пожалуйста, прошу вас очень сильно попробуйте сначала внимательно посмотреть. Если действительно что-то не так, то сообщите мне это. Не знаю, напишите в Телеграм... Ой, в Телеграм этот. Напишите там в комментарии это. Или же зайдите там сразу к нам в группу. Там ребята вам сразу помогут вообще без проблем. Потому что зачастую очень абстрактные такие описания идут к тому, что у кого не получается. И я теряюсь, если честно, в догадках, как я могу помочь, если я даже не вижу сцену, ничего. Ну, там у нас, короче, в группе ребята обычно скидывают что-то. И все помогают. Обычно оказывается проблема достаточно в банальных вещах, которые легко решаются. Вот. В целом это все. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь. Смотрите другие мои видео. Если есть какие-то пожелания, то тоже можете их писать. Я буду стараться их делать, если мне это будет интересно. Если я увижу в этом необходимость. Но, тем не менее. Да. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.